приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы у меня тут такой набор продуктов интересный а все потому что мой брат очень любит луковый пирог а сегодня у брата день рождения и для него мы приготовим луковый пирог естественно поделимся этим с вами на самом деле луковый пирог я его иногда называю германская хачапури в Германии очень любят готовить разные виды луковых пирогов в то же время луковый пирог готовят и в Америке я думаю что еще во многих европейских странах но именно этот рецепт мы привезли из Баварии он нам очень понравился мы его начали делать и собственно говоря понравился он всем я очень надеюсь что понравится и вам потрясающая штука как для перекусов так и отличная закуска и так что нам понадобится мы купили дрожжевое тесто слоеное вот такое вот и разморозили его тесто ведунские булочки это совершенно не реклама просто это тесто нам творится нравится больше всего нам понадобится оливковое масло два вида сыра друзья сыр типа российского мы используем наш собственного приготовления тильзитер и сыр мягкий типа брынза также нам понадобится зеленый лук репчатый лук мы порезали три луковички и пять яиц выпекать мы будем на противне я вот использую такую вот штуку очень классная это тоже не реклама это просто совет это тефлоновый коврик покупаю его на алиэкспрессе тефлоновый коврик для выпечки стоит около доллара вместе с доставкой в украину штука потрясающая его можно наложить на решетку для гриля ну в общем к нему не прилипает вообще ничего и также мы его используем на противне и так друзья перейдем приготовлению сам непосредственно приготовлению лукового пирога первую очередь друзья нам нужно подготовить тесто для этого нам надо его размотать и разрезать ну так как она в рулончике размотать и не ведут и разрезать на две равные части таким вот образом это тесто переложено такой бумажкой специальной пищевой поэтому разматывается очень легко разматываем его и делим на две равные части для того чтобы тесто отдохнула она была же замороженная мы его разморозили и чтобы она набрала комнатную температуру и немножко подошло авто в это время пока наше тесто будет отдыхать мы будем готовить начинку смазываем коврик чуть-чуть маслом и сразу выкладываем тесто на коврик а вот я вижу что не на равные части разрезала или это мне сбоку так видно оно чуть-чуть получается это кажется чуть меньше потому что эта часть внутренняя она подмороженная она не вытягивается это понятно разворачивала она вытянулась эти место коврика если у кого-то нету коврика мы используем обычную пергаментную бумагу для того чтобы нам удобно потом было снимать этот ну для выпечки друзья тефлоновый коврик это все не у всех есть я думаю что он на prom.ua стоит ну если он на алиэкспрессе стоит доллар ну 100 гривен он будет стоить на prom.ua выложили наше тесто на противень пусть она отдыхает себе ты его сейчас растягиваешь не после того как она отдохнет то есть растягиваем тесто по размеру противень я думал это сделается после того как она отдыхает я обычно в ларисы дела с пирогами не особо вмешиваюсь кстати надо будет снять про грузинские пирожки с мясом и с рисом которые мы очень любим как-нибудь а для приготовления начинки нам надо подготовить высыпаем речь а ну естественно на сковородочку маселца подсолнечного или оливкового и высыпаем репчатый лучок на сковородку нам его надо не обжарить а чуть-чуть припустить то есть чтобы он стал чуть-чуть мягенький он должен стать такого прозрачного цвета и мягким ну в общем сейчас мы будем его обжаривать и конечный результат покажем какой он должен вот до такого состояния мы обжарили лучок то есть он не должен быть золотистый а просто вот стать немножко прозрачный немножко отдать влагу и стать мягенький для того чтобы он не хрустел в нашем луковом пироге мы дали лучку немножко остыть и продолжаем готовить нашу начинку в первую очередь вбиваем туда яйца от одного яичка нам надо отделить желток для того чтобы потом тесто сам пирожок сверху помазать чтобы он имел румяную корочку естественно так как мы работаем с сырыми яйцами то их предварительно надо помыть прежде чем вбивать их хорошенько перемешиваем яйца с жареным луком добавляем специи по вкусу то есть вот мы добавляем черный перец в это дело можем немножко присолить если у вас сыра не очень соленая то есть у нас брынза не очень соленая поэтому мы немножко присолим и добавляем все остальные ингредиенты и добавляем все остальные ингредиенты все это штуку друзья опять же таки тщательно вымешиваем получилась у нас такая однородная красивая начиночка очень красиво и пахнет очень вкусненько и теперь лариса нам покажет как ее выложить на тесто непосредственно как сформировать сам пирожок если можно подвинь сюда вот ближе когда закончишь выкладывать чтобы было хорошо видно как начиночку мы сначала выкладываем центр тесто и потом равномерно его распределяем начиная от середины к краешкам не доходя до самого края то есть сколько ты где-то сантиметра полтора оставляешь от края сантиметра полтора да потому что нам же надо будет еще сформировать защипнуть защипнуть этот пирожочек то есть смотрим каким там слоем у нас будет получаться главное чтобы он не запрет друзья причем неважно каким слоем будет получаться все равно получится очень очень вкусно такой пирог вы можете как допустим давать детям в качестве обеда там на школу или на прогулку также и папам детей в качестве закуски под рюмочку водочки поверьте это просто супер причем его можно как в горячем так и в холодном виде он очень вкусно мне лично нравится больше второй вариант в холодном виде под рюмочку водочки ну вот как то так приблизительно теперь дальше мы берем наш второй кусочек его предварительно тоже немножко растягиваем аккуратно его ложим опять таки в центр потому что у нас он не по размерчику и теперь аккуратно растягиваем начинаем от уголочка и вот так вот его защипываем а в это время я наверное включу духовку чтобы она прогревалась на 180 градусов правильно да? да чтобы к тому моменту когда Лариса закончит вот этот танец с бубнами у нас духовочка уже была я вот лично не понимаю как хозяйки такое делают у меня бы никогда в жизни бы такого не получилось что именно? вот так вот растянуть и защипнуть ты просто не пробовал мне проще было бы резьбу на какой-нибудь хреновине нарезать без плашки учитывая то что у нас тесто равномерно разморозилось оно легко растягивается оно мягенькое эластичное и не рвется практически но все равно это надо делать аккуратно конечно Лариса сформировала пирожочек и теперь прежде чем отправить его в духовку надо произвести еще одно мега важное действие его надо наколоть то есть выпустить воздух ну и соответственно чтобы он при готовке тоже воздух выходил чтобы он не стал воздушным шариком и не улетел в небо вот так его часто прокалываем ну достаточно вторым этапом следующим этапом у нас будет взбивание желтка и смазывание поверху блин у домашних куриц такие яйца это похоже на латекс для сыра а не на яйцо ты когда начала красить ну кисточка желтая не видно а когда начала его смазывать я вначале подумал что тебе подсунули какую-то краску вот это у нас такие желточки качественные это придаст очень красивую такую классную поджаристую корочку пирожку а пока давай расскажем духовка у нас нагрелась на сколько мы будем ставить его в духовку ну ориентировочно где-то на 30-35 минут все-таки у всех разные духовки поэтому надо смотреть ну уже по готовности ну критерий готовности мы потом естественно покажем да грубо говоря ориентировочное время приготовления от 30 до 40 минут но надо следить чтобы корочка у пирога чтобы он не начал подгорать чтобы корочка стала золотистой ну вот когда будет подходить уже процесс так сказать к завершению мы покажем на что обратить внимание ну вот как-то так теперь пирожок пирожку можно еще дать минут пять отдохнуть и ставить в духовку и ставить в духовку друзья и после когда он будет подходить к готовности мы вернемся к вам прошло полчаса друзья и мы думаем что наш пирог готов Лариса даже уверена по внешнему виду так вот он изумительно выглядит и вот какой критерий проверки мы проверяем его шпажкой на что надо обратить внимание как обычно вся выпечка то есть шпажка должна быть сухой то есть не прилипает ничего она входит и выходит как говорил Винни-Пух ну что друзья сейчас он остынет чуть-чуть и мы его попробуем ну что друзья попробуем что получилось как я говорил я люблю так блуковый пирог ну в качестве закуски поэтому буду закусывать как коронная цитата из фильма закусывать надо понимаешь в общем перейдем к главному как всегда божественно ну да мне трудно трудно описать вкус этой пищи богов просто невероятно во первых он очень нежный во вторых у него потрясающий вкус вот вкус яиц с луком причем оно запеченное ну это нечто друзья надо пробовать правда так очень очень часто подписчики говорят что обязательно надо пробовать на камеру то что готовишь у меня тут произошел небольшой сбой недавно с сардельками отключили свет я записал видео оказалось что не включил запись потому что бегал с генератором вот такая вот грустная история получилась поэтому я пробую но я не знаю как передать вкус этого замечательного блюда поэтому друзья говорю ваше здоровье и как закусочку невероятно ну было бы странно готовим мы его не первый раз очень любим все наши друзья очень любят и поверьте вы тоже полюбите ну и собственно говоря рецепт пирога на этом закончен друзья надеюсь что видео было для вас полезным желаю чтобы у вас получился какой замечательный баварский луковый пирог подписывайтесь на наш канал ставьте лайки а мы будем снимать для нас новые видео всего доброго пока